Стоило только приступить к порог костылянной, как сильный запах сигарет ударил в нос, изъяв закашлял. Сильно пахнет? Хрепловатый женский голос заставил меня вздрогнуть и быстро осмотреться. Not bad. В углу комнаты, с закинутым на стол ногами в облаке сигаретного дыма сидела девушка и с безразличным видом рассматривала меня. В левой руке у нее догорал окурок, а его пепел свободно оповодал на пол. Так пахнет или нет? Я некоторое время стоял неподвижно. Сигаретный дым все наполнял мои легкие, заставляя неделикатно колеснуть еще раз. Ответ был очевиден и вполне ощутим. Да, пахнет. Девушка посмотрела на отливающую сигарету, затем сделала еще две затяжки и потушила окурок прямо об стол. Вот дьявол, слушай, будь другом и открой окно, а то мне достанется Толдрика. Ее свободное поведение заставило меня слегка расслабиться, но не потерять бдительность. Я решил выполнить просьбу и открыл окно. Чистый воздух постепенно вытеснял сигаретное зловоние, а девушка лениво отгоняла от себя облако дыма. Мы помолчали с минуту. Через некоторое время я понял, что она даже не думает начинать разговор. Учитывая мой недавний допрос с пристрастием, ее равнодушие теперь казалось удивительным. Я первым подошел к ней и заговорил. «Мне прислал сюда Оливер за униформой и постельным бельем. По словам Вагнера, я стану одним из вашего отряда». Девушка кинула меня взглядом с ног до ног, потом чуть медленнее с ног до головы и принялась предчастным видом рассматривать свои ногти. «Это кто тебе так? Почему ты такой мокрый?» «Оливер, меня допрашивали». «Ясно. Он любит воду, любит допросы и вообще». «Так ты, стало быть, и есть тот самый Немо, мальчик без памяти?» Я кивну. «Возьми вон то белое полотенце и вытрись, а я пока схожу за формой». Девушка быстро опустила ноги на пол и поднялась с места. Я заметил, какая она высокая, возможно, даже слишком. Рядом с ней я смотрюсь маленьким мальчиком. Она одернула юбку и вышла, оставив меня в комнате одного. Волосы к этому моменту уже высохли, но рубашка оставалась мокрой и неприятно липла к телу. Я схватил первое попавшееся полотенце из аккуратной стопки на полке, вытер волосы, лицо и шею. Новая знакомая не заставила себя ждать. Она скоро вернулась и без всяких церемоний кинула мне в руки стопку одежды. Я едва успел подхватить ее на лету. «Я забыла сказать, но ты сам не спросил. Меня зовут Хельга. Рада с тобой познакомиться, Неба». Она протянула руку для рукопожатия, и я вытянул свою в ответ. Хватка Хельги была сильной и уверенной, в то время как моя нерешительной и осторожной. «Переодевайся пока тут, я смотреть не буду». Хельга снова села за стол. Мне показалось, что ее безделье ей докучает. Она то и дело доставала из коробка спички и на несколько секунд их поджигала. Выражение безразличия не сходило с ее лица. Я зашел за полки с постельными принадлежностями и с легким чувством неловкости переоделся. После этого я снова вернулся к Хельге и пытался завести разговор, чтобы хоть что-то для себя прояснить. «Вас тут много. Вы все здесь живете?» В ответ я получила недуманный взгляд и ироничную улыбку. «Почему бы тебе не задать этот вопрос Оливеру? Это его обязанность. Вот пусть тобой и занимается. Он же у нас за главного». «Что значит за главного? Он вами руководит?» Хельга прищурилась и откинулась на спинку стула. «Ага, руководит. Старается, но забывает, что у нас тут тоже есть голова на плечах. Лучше скажи, откуда ты сам?» «У меня амнезия, я ничего не помню». «Выходит, и про кавардак в мире тоже?» «Выходит так. А ты мне не расскажешь?» Некоторое время Хельга играла со спичками, а потом посмотрела на меня из-под лобья. «Слушай, малой, ты какой-то подозрительный. Давай оставим эту тему. Пусть ответственность за твое просвещение берет на себя кто-нибудь другой». Я не стала продолжать этот бессмысленный разговор. Не хотелось своей настойчивостью портить отношения с Хельгой. «Мне еще нужно постельное белье. Оливер просил взять его. Она проигнорировала меня и отложила спички в сторону, а после начала вдруг искать что-то на полках и в шкафу за своей спиной. Куда же я их положила?» Через несколько секунд Хельга посмотрела на меня. «Давай так, Немо, ты принесешь мне пачку сигарет, а потом я отдам тебе постельное белье». Она ждала ответа. Сомнений быть не могла. Предложение Хельги звучало весьма серьезно. «Пачка сигарет. В самом деле?» «Эта неожиданная сделка на некоторое время озадачила меня». Хельга подняла брови. «Я отдала Йоруф. Ты же ее видел, я права?» «Да, она была на моем допросе». «Она где-то в казарме. Не потеряйся». Хельга все с тем же скучающим видом, что и на протяжении всего нашего разговора, начала рассматривать свои ногти. «Я понял, разговор окончен». «Теперь мне нужно найти Руф и забрать у нее пачку сигарет для Хельги». «Нормальная такая бобень взяла и эту…» «Работу мне нашла, которую я не хотела». «Накучу в столовке». «Ничего в столовке. В столовке никого нет». «Яблоки». «Понятно». «Соль и соль». «Воднообразно, конечно, но мне нравится все соленое». «Откуда мне это известно?» «Так, соль и соль. Соль, соль, да». «Перцы». «Кажется, внутри уголь. Наверное, он нужен для буржуйки». «Странно. Снаружи совсем тепло, а буржуйка горячая». «Зачем-то пить ее летом?» «Лена до сих пор остывает с ночи». «Меню на целую неделю. Курица, пшеная каша, овощной салат, отбивная, картофельное пюре, эклеры». «А тут неплохо кормят. Думаю, мне понравится это место». «Какое место? Столовая?» «Че в кухне?» «За дверью гремела посуда, шипело масло и бурлил кипяток. Судя по звукам, там была кухня, кто застарательно готовил обед». «Я подергала ручку. Заперто». «Наверное, сейчас не следует туда заходить». «Ну да, че ты?» «Приперся такой, знаете. Тебя еще никто и знать не знает, а он уже на кухне рвется. Пожрать ему дайте». «Кольфрис запретил покидать казарму». «Ты за будущее?» «Интересно, какое будущее подразумевается?» «Да я или нет, это не имеет значения». «Оно все равно настанет, вопрос только какое». «Возродим землю». «Не совсем понимаю смысл этого плаката». «Разве земля в беде, чтобы ее спасать?» «Или какое-то пришествие, стертое из моей памяти амнезией?» «Так». «Мы – будущее мира». «Не нравится выражение, мы создаем историю, а вот про будущее я еще ни ранее разу не слышал». «Где проходит эта граница, когда можно считать, что будущее уже настало?» «Ха-ха, наверное, я просто зануда». «Я страшно приоткрыла дверь, за коробками торчала светлая макушка какого-то солдата». «Не успев толком сообразить, я сразу же захлопнул дверь». «Кто он?» «Хотя Ольвер обещал познакомить меня со всеми позже. Не думаю, что делать это преждевременно – хорошая идея». «А как мы Руф-то найдем? Нам нужна Руф». «Давай на второй этаж. Я уже был у Вагнера. А что, Вагнер целый этаж занял?» «Халявный мотон». «Я услышал шаги в коридоре. Из-за поворота показалась Руф и сразу же остановилась». «Кажется, мое присутствие ее не сильно обрадовало. Она простояла в недоумении, не более секунды ринулась в мою сторону». «Какого чего ты тут делаешь?» «От напора Руф я невольно сделал шаг назад». «Олдрик Вагнер мне сказал, что я теперь один из вас». «Чего? Ты теперь за нами в открытую шпионить будешь?» «Догадливая». «Нет, пока он будет выяснять, кто и откуда, мне придется находиться среди вас». «Наш командир такой добрый и благородный». «Леска смены настроения Руф показалась мне удивительной. Видимо, это чувство отразилось на моем лице, потому что она вот наховырилась». «Эй, не подумай ничего такого. Я бы хотел завести с ним настоящую мужскую дружбу, но, как видишь, в моем положении это пока невозможно». «Я обратил внимание, что она говорит о себе в мужском роде, однако пока не мог найти этому объяснение». «Руф, меня послала к тебе...» «Я не успела договорить, как она с силой схватила меня за подбородок. Была больно, но я не сопротивлялся». «Как ты меня назвал? Повторишь или нет?» Руф бесцеремонно сдавливала мои губы, поэтому ответ прозвучал не совсем внятно. «Руф!» «Что? Ты снова меня так назвал? Не сможешь так делать! Не бери с них пример! Меня зовут Руфус! Ты понял?» «Я закивал. Только после этого она отпустила меня и заговорила спокойней». «Раз уж тебе уже...» «Раз уж тебе...» «Раз уж тебе теперь жить с нами, хотя я не понимаю, почему так получилось, то нужно кое-что пояснить». «Моя внешность слегка обманчива, но я парень, мужчина, понимаешь?» «Со мной веди себя соответствующий, уяснил?» «Ха, я, честно говоря, немножечко в шоке». «Мне нужно будет какое-то время, чтобы принять, что она...» «Он... что он мужчина... что это мужчина...» «Я понял, Руфус...» «Внешность очень обманчива». «Руфус широко улыбнулся, подмеднул и похлопал меня по спине». «А мы с тобой поладим, Немо! Ты, кстати, имя свое вспомнил?» «Нет». «Может, оно и не надо? Чему тебе прошлое? Я вот новым девчонкам всегда говорю, что они у меня первые и единственные». «Новым девчонкам?» «Ну, конечно, иначе как их подцепить?» «Некоторым, не особо симпатичным, приходится отказывать, но тут же ничего не поделать. Это естественный отбор во всей своей красе». «Наш диалог свернулся в совершенно неожиданную сторону. Почему этот разговор казался мне каким-то странным и неестественным?» «Выходит, здесь еще живут солдаты?» «Конечно, но не в этой казарме, а по соседству. Не переживай, Немо, ты тоже кого-нибудь себе найдешь, но только выбирай не из тех девочек, которые нравятся мне». «Нужно это прекратить». «Послушай, Руфус, меня к тебе Хельга отправила. Ей нужна пачка сигарет. Она должна быть у тебя». «После моих слов Руфус неожиданно помрачнел. Видимо, я снова сказала, что это не то». «Хельга, значит, да? Она красивая, верно?» «Ты, выходит, уже к ней присматриваешься, не так ли? Только командир позволил тебе остаться с нами, как ты были к самой красивой девчонке». «А я-то думал, между нами уже начала зарождаться настоящая мужская дружба». «Все не так. Я пошел к ней за постельным бельем, а она...» Руфус попрочнел еще больше, и на этот раз его взгляде примлекнула нешуточная угроза. Он ткнул указательным пальцем мне в грудь. «Я даже не буду спрашивать, зачем оно тебе, но ты шустрый. Тебе бы только руки распускать на красоток, я угадал. Только не делай такое непонимающее лицо, Нема. Я знаю все твои мысли. Я сам такой же». «На Хельгу ты не получишь. Она моя. Она меня любит, а я ее. Ты понял?» Я снова интенсивно закивал. «Послушай, ты все неправильно понимаешь. Оливер сказал мне взять в костылянное постельное белье и форму, а там была Хельга. Я об этом даже не знал. Я вообще никого здесь не знаю». Настроение Руфуса снова стало приподнятым. «Моя умная девочка, но у меня уже нет сигарет. Я проиграл их Гансу. Возьми у него». Я уже хотел был развернуться и уйти, но Руфус схватил меня за плечо, притормаживая. «Не принимай мои слова, близко к сердцу идет, Нема. Я вижу, ты хороший парень, только не засматривайся на Хельгу. Я и так каждый день отбиваю ее от подхотливых ручонок Ганса». «Не беспокойся. Я просто хочу вернуть свои воспоминания. Это все». «Ладно, так и быть. Зови меня просто Руф и относись ко мне как хочешь. Моя особенность личности всем в новинку, даже мне, хотя за год я почти привык. Главное не скромничный и будь открытым, тогда мы быстро поладим». Ребята думают, что это всего лишь последствия. А, неважно. «А Хельга, любовь всей жизни, считает меня своей девушкой, а не парнем. Я хоть и самец, но мне совсем не обидно, когда меня принимают за самку, благо мне есть чем гордиться. «Признаться, для меня все это в новинку. Я постараюсь привыкнуть и обращаться к тебе подобающим образом». «Отлично. И нападай там Гансу. Скажи ему, что вчера за столом Хельга смотрела на меня, а не на него. Мол, это она сама так сказала. Я рассчитываю на тебя». «Руф, улыбаясь, на прощение слегка хлопнул меня по спине. Затем толкнула вперед». Чувак сам, видимо, не может запомнить. «Теперь мне предстоит найти Ганса. Судя по описанию, что я слышала от Руф, он не самый приятный тип. Но у меня нет выбора. Мне нужна эта пачка сигарет». Так, а где его на складе искать? Где еще? Какие варианты? Это что? Это не то. Библиотека. В библиотеке никого нет. А, это столовка. В столовке тоже никого нет. «Я открыл дверь». «Оставь меня одного, пожалуйста. Я сейчас очень сильно занят. Мы с тобой об этом договаривались, Ганс». Говоривший даже не посмотрел на меня. «Только я открыл рот, чтобы спросить местонахождение Ганса, как тихий голос незакомцев заговорил чуть настойчивее. «Пожалуйста, уйди». «Мне показалось бесцеремонным отрывать человека от важного дела, поэтому я вышел. Нужно продолжить поиски самостоятельно». Так, ну, какие варианты? Библиотека и Испания. Библиотека в библиотеке. Ну да, в библиотеке никого нет. Ну, пойдем в мужскую спальню. А Руф спит с нами? Так, тут никого нет. Белая коробка. Ничего примечательного. Красивые цветы. Не ожидал увидеть здесь что-то подобное. Как тут много заметок. Запомни, мое имя Вольфганг. Не есть на ночь бобы, плохо сплю. Труд, здоровье, друг. Утром дежурит Дорис, а не я. Не ведись на провокации. Зачем Вольфганг все это пишет? Чтоб не забыть, наверное, может память плохая. Оказывается, тут есть любитель книг. Мне хорошо известна классическая проза. Может, я тоже люблю считать? Не уверен. Ого, холсты и кисти. Здесь есть художник. Хотела я посмотреть на его работу. А на него самого не хочешь? Зеленый шарф. Выглядит прочным. Кажется, вязался вручную. Не очень аккуратный. Кое-где торчат петли и зацепки. Наверняка он теплый. Чье-то полотенце. Совсем сырое и пахнет не очень приятно. Так, не нюхай чужое полотенце. Верь, агитируй. Знать бы еще во что верить, а то никто не спешит посвятить меня в общие секреты. Так, ну и стол еще остался. Здесь что-то лежит. Записка. Не трогайте мои вещи. Снизу нарисовано несколько цветочков. Наверное, Таруф. Что это значит? Так, ну... Ганс вряд ли в женской-то спальне. Ну да, где-то они пойдут, мы там делать нечего. А где Ганс? Ганс, Ганс, Ганс. Где искать Ганса? На кухне? Нет. Выходить сказали нельзя. Может быть, Ганс находится снаружи? Оливер запретил покидать казарму, но я просто посмотрю, что там творится. Я не буду убегать. Не буду. Че я? Это Ганс. Это Ганс. Я решила вмешаться. Прости, что отрываю, но ты не видел Ганса. Солдат повернулся и посмотрел на меня со спокойно задумчивающего взгляда. Это я. Он немного заикался и выглядел грустно. Я удивился, ведь представляла его до встречи несколько иначе. Руф дала мне совсем другую характеристику. Я Немо. Ты, должно быть, уже слышал обо мне. Да, шпион, который ничего не помнит. Ребята рассказывали, но я думала, что ты уже и уехал отсюда. А так полагается делать? По уставу все подозрительные личности должны быть доставлены в главный штаб. Но мы пока не путали их солдат со своими. Их? Кого ты имеешь в виду? Немо, как ты не понимаешь? Это из-за амнезии? Ты не знаешь, с кем мы воюем? Ответ кажется очевидным. С людьми? Но вы только из-за чего? Верно. После этого Ганс замолчал, а я не спешал нарушать возникшую тишину. Может, хоть он не будет говорить загадками? А почему ты меня ищешь? Мне стало очевидно, что Ганс ничего не объяснит. Не объяснит. Получается, тема войны запретна? Или позднее Ольвер откроет не все секреты? Я решил не настаивать и перейти сразу к делу. Роа сказала, что проиграла тебе сигареты Хельги. Можешь мне их отдать? Я не хотела отдавать сигареты Дорис, но они были ей нужны. Она готовит что-то новое на кухне. Сказала, что это будет нечто фееричное, но правда у нее еще ни разу ничего толком не получалось. А ей что, приготовить что-то фееричное нужно сигареты? Вы уверены, что хотите есть еду с сигаретами? Ганс шмыгнул носом, поежился, потом со всей силой чихнул и расплылся в широкой расслабленной улыбке. Ты можешь забрать их у нее, Дорис добрая, но всего лишь чуть-чуть необычная. Ганс вытернул с рукавом униформы. Кажется, разговор со мной его не особо интересовал. Он снова уставился на бабочку и начал ей что-то шептать. Вспомнились слова Руф, которые она просила передать Гансу, но я не стала этого делать. Не хотела встревать в их мелкие конфликты и не отвлекаться от своей главной задачи. Решив больше не надоедать ему, я зашла в казарму. Так, мне дана кухня. Вот столовка. Из кухни доносился громкий звон посуды и шипение масла. Я немного помедлил, а потом толкнул дверь. Ебаный свет. Ну и капец тут творится. Сильный запах горелого заставил меня прикрыть нос рукой. Повсюду была расставлена грязная посуда с остатками еды, а прямо под ногами я заметила разбитое яйцо. Дорис, я смотрю, очень необычно и готовит она необычно. Девушка, которую я искала, нашлася рядом с кухонным столом. Она занималась приготовлением весьма своеобразного блюда. Отрабануть всех хочет? Или просто все измазала? Дорис, верно? Дорис подняла голову и посмотрела на меня. Ее глаза округлились то ли от нежности, то ли от страха, и она сделала шаг назад. Я Немо. Должно быть, ты уже это знаешь. Сегодня утром меня допрашивали. Не желая успокоить ее, я сделала шаг вперед, совершенно позабыв о разбитом яйце на своем пути. Ой, блядь. Я подскользнулся и упал спиной на пол, сильно ударившись головой от дверной косяк. Ну, еще одна амнезия плюс. Сейчас вообще забудет все. Было больно, но изо всех сил сдерживал стон. В глазах на несколько секунд потемнело. В то же мгновение послышались быстрые шаги. И обеспокоенный голос Дорис прозвучал совсем рядом со мной. Давай помогу. А жопой ты зачем ко мне повернулась? Ты чем-то мне собираешься помогать. Я типа умираю, и это мой последний раз, поэтому ты ко мне повернулась вот этим всем своим добром. Эй, не надо так. Я привстала. Ну, конечно. Я привстала и облокотился на правую руку. Стоило открыть глаза, как мой взгляд, уперся во что-то черное. Сперва это было даже непонятно, что это Юбка Дорис. Ну, а что, она решила ему сесть прямо на лицо? Вот это история. Вот это зашел за сигаретами. Она стояла ко мне спиной, слегка присев, и обернувшись и протягивала руку помощи. Кто-то к руку помощи подает. Ты точно помогаешь ему, а не себе? Что происходит? Давай руку. Какую руку? Мне стало ужасно неловко. Я не знал, куда спрятать горящее лицо и куда лучше смотреть. А с трудом перебавив свою скованность, я взяла ее за руку, и Дорис неожиданно легко подняла меня на ноги. Спасибо, что помогла мне встать. Да не за что. Аккуратнее. Тут немного напачкано. И ты прав. Я Дорис. Я еще раз огляделся и проглотила рвущийся наружу комментарий. Какой? Дорис выглядела веселой, нисколько не смещенной своим поведением. Меня же одолевали двоякие чувства. Ну, возможно, она дурочка немножечко. Слушай, а можно я буду звать тебе Омэн вместо Немо? Мне кажется, это звучит интереснее, необычнее. Слушай, ну ты, блин, издеваешься? Какой Омэн? Омэн, это, мне кажется, что-то уже дьявольское пошло. Мне казалось, что и Немо звучит необычно. Это все-таки не мое настоящее имя. О, так это псевдоним. Ты скрываешь свою личность? Скорее не помню. У меня амнезия. Ты такой необычный, Омэн. Я так редко встречаю таких, как ты. Ты еще, наверное, и сам себе удивляешься. Мне бы так. Ладно, это Дорис какая-то действительно необычная. Прикольненькая такая бобеха. Дорис грустно вздохнул. Но уже через секунду ее глаза снова горели несокрушимым ажиотажем. Мне было сложно ее понять. Прости, что прервал твое занятие, но мне нужна пачка сигарет Хельги. Я обещал ей принести. Нет, 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 не смей ей ей давать. Она их просто выкурит. А ведь им можно найти столько разных способов применения. Ведь каких? Правда, никогда не слышал. Все дело в твоей амнезии. Вот, иди сюда. Она подтащила меня к кухонному столу, на котором возвышалась гора из объедков. Среди них виднелись обрезки сырого мяса, переваренные овощи, желе непонятного состава, а сверху это великолепие было украшено сырыми яйцами. Я знаю, это выглядит некрасивно, зато какой смысл в него я вложила. Уверена, Омэн, до этого дня ты никогда такой оригинальный торт не видел. Скажу по секрету, на самом дне лежит зеленая горошина. Обычно сверху на торт кладут ягоды или фрукты. Но чем овощи хуже? Еще, заметь, я положила ту горошинку в самый низ. Что скажешь? Ты когда-нибудь такое видел? Прямо как в какой-то сказке. Дорис замерла, ее руки начали мелко дрожать. Такое уже было. Я поняла, что с ней не так. Она говорила тихо и почти без выражения. Мне показалось, что она напугана, но чем мое замечание могло ее настолько испугать? Вместо пояснения Дорис сунула руки прямо под приготовленное блюдо и начала его снизу ворошить. Что случилось? Зачем ты это делаешь? Она не отвечала. Уперев остекленявший взгляд прямо на свое творение, Дорис продолжала непонятные манипуляции. Через несколько секунд, может даже минут, она становилась и наконец вытащила руки наружу. Нашла. Она снова стала счастливой, разглядывая в грязных пальцах раздавленную горошину. Ух ты. Я тебе так благодарна, Оман. Если бы не ты, мой торт стал бы второсортным. А что теперь ты о нем думаешь? Я не знала ответа на этот вопрос. После ее ковыряния в торте он почти не изменился, разве что еще больше заварился на правый бок. Вот-вот упадет. Главное, что до этого случая я успел отсюда уйти. Он очень оригинальный. Правда. Никогда подобного не видел. Правда, правда. Конечно. А что самое оригинальное? Думаю, овощи. Вот овощи я бы никогда не додумался положить в торт. Ну, если даже оригинал как-то не додумался бы до такого, тогда я и в самом деле молодец. Дорис было сложно остановить. Похоже, она начала придумывать что-то еще. Ведь я так и не понял, куда делись сигареты. Сигареты Хельги. А знаешь, я ведь хотела воткнуть по краям дымящиеся сигареты. Это было бы такое зрелище. С этим сложно поспорить. Так они у тебя? А, нет. Я обронила их в мужской спальне. Что ты делала в мужской спальне? Тоже жопой поворачивалась ко всем. Дорис заметила, что ее блюдо постепенно стало сваливаться со стола. Она покачала головой и опять же голыми руками начала переваливать его в противоположное упадение в сторону. Я не стала прощаться и так осторожно вышла из кухни, что обернесть Дорис на меня, она бы не подумала, будто я от нее удираю. Какая интересная Дорис. Несмотря на свет, она мне понравилась. Очень странная бобеха, но оригинальная зато. Где сигареты? Где-то здесь должна быть эта злосчастная пачка сигарет. О! Прежде чем ее искать, я обратил внимание на ближайшую ко мне кровать первого яруса. На покрывале лежала записка, где крупными черными буквами было написано «Кровать Немо». Мне уже выделили место? Я принялся за поиски потерянной пачки сигарет. Сначала осмотрел пол, затем заглянул под койки, стол и тумбочки. Везде было пусто. Я не отважился лезть в чужие шкафы и прерывать кровати, поэтому взглядом окинул комнату. Может, что-то замечу. Сев на новую постель, я опустил голову и задумался. И что теперь делать с пачкой сигарет? Признаться, что не удалось ее найти? Вряд ли Хельга будет сердиться. Так-так, господин Немо приступил к шпионажу. Няженный звук человеческого голоса заставил меня резко поднять голову и встать с места. Я наблюдал за тобой все это время. И что с того? А то, что твой шпионаж теперь раскрыт! Что ты делаешь с моей кроватью? Ничего, я искал здесь пачку сигарет Хельги. Солдат прищурился и подошел к кровати, что находилось над моей. Он натянул на лицо маску, откинул одеяло и очень осторожно провел рукой перчатки по простыне. Он осмотрел постель долго и очень тщательно. Я стоял позади и буквально кожей чувствовал его сосредоточенность, а он то и дело на меня поглядывал. Вскоре мне все это надоело. И почему он такой подозрительный? Слушай, я ничего не делал. Мне незачем тебе вредить, и я не хочу настраивать всех вас против себя. Солдат приостановил поиски, заправил постель, а после неспешно повянулся ко мне. Хороший шпион всегда налаживает отношения с теми, кого хочет предать. Он в чем-то был прав, но его упрямство и настойчивость начинали меня раздражать. Я почувствовала себя виноватым. Я правда не собираюсь этого делать. Я всего лишь хочу найти сигареты, чтобы получить постельное белье. Допустим, я тебе поверю. Но почему ты шивался рядом с моей кроватью? Выходит, моя кровать находится под твоей. Я указал на записку на одеяле. Мой собеседник взял ее в руки, внимательно прочитал, осмотрел со всех сторон и, стянув маску, обнюхал. Оливер. Для меня осталось непонятным, как он вычислил автора записки. То ли по почерку, то ли по запаху, то ли по всему сразу. Если ее действительно написал Оливер, то из-за этого подозрительного солдата вышел бы неплохой додактив. Только не думай, господин Немо, что я тебе до конца поверил. Ты слишком подозрительный, а твое действие в особенности. Хорошо, только не называй меня господин Немо. Будет лучше просто Немо. А какое имя у тебя? Солдат некоторое время молчал, внимательно меня разглядывая. Мое имя Яков. Все равно тебе бы кто-нибудь это сказал. Яков, ты не видел тут пачку сигарет. Хелька просила принести ее. Я видел только упаковку. Нашел ее под кроватью. Тогда она, правда, была еще моей. Не думаю, что внутри сигареты. Скорее всего, кто-то ходил, чтобы я подумал, что там сигареты. Тот человек ошибся. Он полагал, что я захочу проверить содержимое и открою эту коробку. Но я так предсказуемо не поступаю. Там или яд высокой летучести, или бомба, которая взорвется, стоит открыть крышку. Глупцы. Все вокруг глупцы. И что ж ты сделал? Хочешь знать? В самом деле. Я подсунул ее в карман Илиасу, когда он здесь переодевался. Скоро узнаю, что было внутри. Да что за долгое путешествие, пачки сигарет. Я не до конца понимал, шутил ли Яков или говорил всерьез. Он же твой товарищ. Вы сражаетесь с ним рядом. Как ты можешь рисковать его жизнью? Ой, да брось. Он стратег. Мы с ним рядом не сражаемся. Он слепой, поэтому единственный, кто не заметил бы моих махинаций. Да и терять ему особо нечего. Зрения-то уже нет. Я чувствую, как во мне росла злость. С таким отношением к людям неудивительно, что ты никому не доверяешь. Ведь сам поступаешь, как последний предатель. Не дожидаясь ответа, не дожидаясь ответа Якова, я выбежала из комнаты. Как бы мне хотелось забыть его удивленное лицо после столь гневной тирады. Может, я переборщил? Может, он говорил не всерьез? Сейчас я только знала одно. Мне нужно найти Алиаса, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Так, а где может быть Алиас? Вряд ли библиотеки. Если он не видит, то что ему читать? Склад. Склад, да, склад. Нет, вот сюда. Я открыл дверь и тихо вошел в комнату. Среди коробок сидел солдат. Он был окружен банками с краской, а в правой руке держал перепачканную кисть. На коленях холст. Когда я подошел к нему, он поднял голову и посмотрел прямо перед собой. Его глаз не было видно из-за длинных прядей волос. Словно прислушившись к моим движениям, солдат наклонил голову. Кто здесь, Ганс? Я сразу понял, что он слеп. Значит, передо мной был Алиас. Я Немо. Меня сегодня утром допрашивали. Может, уже об этом слышал. Ваш командир сказал, что какое-то время я буду жить с вами, пока он пытается все разузнать. Добрый день, Немо. Мне рассказал про тебя Яков не так давно. Я Алиас. Мне тоже очень приятно с тобой познакомиться. Алиас больше ничего не сказал. Он окунул кисточку в банку с краской, а затем начал водить ею по холсту. Его лицо выглядело бесстрастным, а край глаза, торчащий из-под волос, как будто наблюдал за мной. Как он может рисовать, если ничего не видит? Я подошел к Элиасу ближе, а тот это почувствовал и напрягся. Он следил за мной не глазами, а кожей. По крайней мере, мне так показалось. Можно я посмотрю, что ты рисуешь? Нет. Элиас наклонил картину к себе, сгораживая от моих глаз. Он не на шутку перепугался. Если ты не хочешь показывать, то я не буду смотреть. Моя картина еще не закончена. Я не хочу, чтобы кто-то видел ее такой. А что ты рисуешь? То, что вижу. Звучит интересно. Элиас вдруг улыбнулся. Трогательно и робко, словно мои простые слова на секунду сделали его счастливым. Спасибо, Нэма. Я уже давно не могу закончить эту картину. Что-то постоянно меняется, и я не могу ухватить миг и запечатлеть его. Похоже, он серьезно относился к своему творчеству. Хоть я не совсем понял его мысль, но терзание Элиаса убедили меня в своих догадках. Этот тихий парень умел тонко чувствовать мир. Он, живя в постоянной темноте, был способен уловить оттенки мира, которые я и сам не различал. Прости, что спрашиваю, но как ты различаешь краски? Так заметно, что я слепой? Э, вовсе нет. Если бы мне заранее Яков не сказал, я бы так и не понял. Элиас мягко улыбнулся. Я пошутил. На разных красках есть выпуклые, отметенные и одинаковые формы. На ощупь я могу различать цвета, а смесь делаю ориентируясь на дурь неочутье. Начался, пока еще был зрячим. А как ты? Не надо. Не спрашивай об этом, пожалуйста. Губы Элиаса слегка заражали, а не стало за себя стыдно. Прости. Слушай, у тебя в кармане должна быть пачка сигарет. Хельги они сейчас нужны. У меня была какая-то коробочка. Наверное, Яков подсунул ее, пока я приодевался. Так ты знаешь. Яков всегда так поступает? Чаще всего да. Он никому не верит и во всем ищет подвох. Но иногда его подозренность очень помогает. Я думаю, что где-то в глубине души он отличает свою фантазию от реальности. А тебе нужна эта пачка сигарет? Да, она нужна Хельги. Ее забрал Оливер. Он сказал, что мне не стоит таким баловаться. Тогда я не знала, что он говорил про сигареты. Спасибо за помощь. Я пойду искать Оливера. Элия скивнул и замер. Наверное, он ждал, когда я покину комнату, и он сможет продолжить переносить свой мир на холст. Эта пачка сигарет просто неуловимая. За столь короткий промежуток времени, она успела побывать в руках почти каждого из солдат этой казармы. Я не стал медлить и вышел в коридор. Какая... Да, действительно, эта пачка сигарет побывала везде и у всех. Где Оливер? О, что тут? Это фонари или кормушки? Буду надеяться, что комаров там не очень много. Терпеть не могу, да, от укусов все чешется. Ты хочешь туда залезть, что ли? Ганс? Можно поговорить еще с Гансом? На вид обычный камень. Так, комаров не очень много. Это что? А, это нельзя. Ганс продолжал рассматривать бабочку на веранде. На этот раз он заметил мое присутствие. Это снова ты, Немо? Он поежился и хотел было чихнуть, но у него не получилось. Ты заболел? Я нет. Тогда почему ты дрожишь? Здесь же жарко. Ганс вдохнул. Мне всегда холодно. Меня ничто не согревает, кроме одного. Конец фразы прозвучал совсем тихо, и Ганс уставился куда-то вдаль. Можно спросить, что именно тебя согревает? Ты будешь смеяться? Вряд ли. Нет, будешь. Нет, будешь. Все смеются, когда я это говорю, поэтому не скажу. Может, потом как-нибудь. Ганс занервничал. Ганс занервничал, начал заикаться еще больше. Мне не хотелось заставлять его переживать. А что ты тут делаешь? Разве у тебя нет заданий? Ганс нахмурился. Откуда ты знаешь о моих заданиях? Просто предположил. Он отвернулся и снова начал рассмотреть бабочку. Я занят. Просто ты не понимаешь. Я, на самом деле, ничего не понимал. Мысли Ганса сильно отличались от моих. Без его помощи я вряд ли смогу их разгадать. Так, но мне сказали не идти, я никуда не пойду. Пойду еще, Дорис, подомогаюсь. Нет, туда я больше не пойду. А, ну ладно. Так, ну а что? На улицу только, наверное. Где еще отверг искать? А, запрети отверг. Нет, значит, надо искать отверг внутри. Так. С тобой поговорить больше нельзя. Что тут? Победим страх перед новым... А, победим страх перед новым. Победим смерть. Такое ощущение, что в этом призыве слишком откровенное вранье. Разве что это не реклама эликсира бессмертия. Средство номер один для дезинфекции от бельмени хлопчатобумажных тканей. Ну, вряд ли оно мне пригодится. Ну, кто знает, кто знает. Я не совсем понимаю, что в той коробке. Наверное, это поролон. Не могу утверждать наверняка. Терпеть не могу ощущения, когда к нему прикасаюсь. Забавная упаковка. На ней нет этикетки, но она похожа на бутылку из-под мыльных пузырей. Я была не против их попускать. Не выглядел бы я странно. Не, бери до риса, нормально будет. Стиральные пирожки на разный вкус и цвет. Даже для полов есть. Может, не надо есть стиральные пирожки? Я не знал, что такие существуют. Написано, что это сода, но по звуку не похоже. Наверное, я случайно нашел чью-то копилку. Может, все это запомнить? Так, много чистой бумаги. Не самого хорошего качества, но ее желтоватый цвет очень приятен. Люблю, как шелестит старая бумага. За коробками, Элис. Там и сиди. А я пошла Оливера искать. Так, тут все понятно. В библиотеке никого. А, нет. Не успела я приступить к порогу библиотеки, как сразу же наткнулся в упругий живот Оливера. А я как раз собиралась тебя искать. Вижу, форму ты уже получил. Молодец. У нас скоро будет тренировка. Придется тебе принять в ней участие. Тренировка? Конечно, мы же на войне. Нужно быть сильным, а для этого необходимо тренироваться. Много? Очень много. Оливер заулыбался и погладил себя по животу. Мне так никто не рстал про войну, про мир, что произошло. Покачиваясь с ноги на ногу, Оливер несколько секунд молчаливо смотрел на меня. Да, тут и рассказывать нечего. Мы живем на небольшом материке, почти острове. Говорят, что все остальные земли затопили растаявшие ледники. Как бы полюса земли не спестились. Вроде так говорят. Людей осталось не очень много, территории тоже. Поэтому произошел конфликт. Кто-то хочет развить, а кто-то спокойно и мирно жить. Совместить все желания невозможно из-за полного противоречия их идей. Ну и не надо. Что за идеи? На чьей стороне вы? Оливер снова покачался на ногах, а я нахмырился. Мы хотим строить новое будущее. Видишь, вокруг много плакатов. Но ты не переживай. Совсем скоро мы победим, и мир изменится в лучшую сторону. Что за развитие? Кто наши противники? Оливер сделал грустное лицо, словно не хотел отвечать на мой вопрос. Не переживай. Наш генерал часто устраивает экскурсии в свой штаб для поддерживания боевого духа. Там лучше ответят на этот вопрос. Командир сказал, пока не докучать тебе. Вот привыкнешь, и все узнаешь. Почему так? Если я ваш солдат, то вряд ли испугаюсь правды. Ведь я с самого начала был с ней согласен. А что, если не наш? Тогда я бы все равно бы знал. Не мог же я сражаться, не знаю ради чего. На какое-то время между нами повисло продолжительное молчание. Оливер спрятал руки за спину. Судя по его обеспеченному виду, он чувствовал себя вполне комфортно, в то время как менять раздали вопросы. Оливер был Вагнером. Это с подачи командира он не раскрывал лишний раз рот. Моя амнезия и несоведомленность – козырь в руках Вагнера, и, скорее всего, он знает, как ими воспользоваться. Я не хочу идти у него на поводу, но и примет решение сейчас очень рискованно. Сложно предугадать поведение людей, которых я почти не знаю. Лыше нос, Немо. Поверь, твои вопросы сущий пустяк, по сравнению с которыми со скорыми перспективами. Все будет хорошо. Иди пока в комнату и заправь кровать. Еще умойся, чтобы быть бодрым. А потом мы все вместе соберемся. Я пока не получил постельное белье. Мне нужно сперва принести Хельге пачку сигарет. Или я сказала, что забрал ее. Да, забрал. Ему не следует курить. Курить вообще вредно. И Хельге тоже. Но она меня совсем не слушает. Я тут сигареты в Ольфгангу. Он должен передать, если еще не забыл. Я облегченно вздохнула. Теперь можно спело возвращаться к Хельге. Скорее всего, она их уже получила. Тогда я пойду за постельным бельем. Куда мне следует идти потом? Буду ждать тебя в нашей комнате. Я выдала тебе отдельную кровать. Там сможем немного отдохнуть. Пока будешь знакомиться с остальными ребятами. Решеф не рассказывает, что в погоне за сигаретами не успел перезнакомиться со всеми жителями казарами. Я вышла из библиотеки. Так, где там мое белье-то? Повернув за угол, я остановился. Вход в костеляную и преградил солдат, которого я видел на допросе. Он ходил из стороны в сторону, не обращая ни на что внимания. И правда ходит. Тогда он казался сосредоточенным и напряженным. Сейчас же шагал в панике и крепко прижимал к себе записную книгу. Он морщил лоб, щурился и бормотал. Я Вольфганг, мой имя Вольфганг, Вольфганг, я Вольфганг. Тот солдат заметил мое присутствие. Сперва он шатнулся, потом, озираясь по сторонам, сделал два шага назад. При всем при этом он переводил взгляд то с меня на свой дневник, то с дневника на меня. С тобой все в порядке? Вместо ответа Вольфганг отвернулся и уткнулся в свою книжку. Да что происходит? Ты кто такой? Ты же был на допросе сегодня утром. Я Немо, помнишь? Вольфганг развернулся ко мне и приподнял плечи. Что тебе надо? Его поведение и вопрос удивляли все больше и больше. Мне нужны сигареты. Если ты еще не придал их Хельге, то я сам могу это сделать. Так будет лучше, я думаю. Послушается шарит страниц. Вольфганг еще больше углубился в чтение. Мне даже показалось, что он меня не слушал, пока вдруг не забармотал. Тут написано, что в правом кармане. Он палец в карман, все так же читая, и вытащил оттуда злополучную пачку сигарет. Да она наконец-то! Она сильно истрепалась и помялась. Ее тернистое путешествие по рукам товарищей Хельге остановило... Оставило на ней видимые увечья. И это все? Да, спасибо. Вольфганг ничего не ответил, а только прошел мимо, все так же вчитываясь в неизвестный мне текст. Что с ним произошло? Почему он так себя ведет? Я еще многого не знаю. Их причуды заставляли задаваться ненужными вопросами, которые мешали в поисках собственного прошлого. Слишком много загадок и совершенно нет ответов. Хельга сидела за столом, скрестив на груди руки. Без особого интереса рассматривала телефон. Мое появление не вызвало у нее никакой реакции. Она даже глаза не подняла на меня сразу. Я подошел к ней и протянул ей пачку сигарет. Вот, ты просила. Она нехотя взяла коробку в руку и покрутила перед глазами. Откуда ты ее вытащил? Отча рванула? Какого черта? Что случилось? Хельга ничего не ответила, вскочила с места и подбежала к окну. Пока она неодно пыталась понять, что происходит снаружи, в коридоре уже послышались крики. Быстро строимся! За дверным проемом промыкнула фигура Оливера. Хельга отреагировала сразу, но все так же, ничего не объясняя, она подлетела ко мне, вцепилась в плечо и вытолкала в коридор. Продолжение следует... Продолжение следует...